Сегодня у нас 1 мая 2017 года. Я пришел на смену и давайте посмотрим как смену мне оставили. Так температура у нас на улице 4 градуса. Вода поменяна. Есть. Здесь. Иди гуляй. Ну подметаться не подметала вчера, но там нет ничего страшного такого. Собаки могли вынести собственно говоря, но я просто не первый год работаю с животными, когда если подметается с вечера, то такое количество сена не выносится. То есть не подметалась вчера. Видите тут не то, что не подметалась, не вытиралась. Ну ладно, это ничего страшного. В этом нету я подмету, уберу. Я же именно для этого здесь работаю старше. Мне на 200 рублей больше платят зарплату, чтобы я и подметал и убирал. Так температура 11,3 градуса. Здесь собака копала. Знаете о чем говорит, что собака копала? Это говорит о том, что с ней никто не занимался. И чтобы выплеснуть свою энергию, она вот уже от того, что делать нечего, она начинает копать. То есть, ну понятное дело, что так называемый кинолог собакой не занимался. Вот когда я прихожу, в мою смену здесь никто не копает, потому что я их уматываю обоих. А когда я прихожу, здесь вот эти вот копки, они постоянные. Вот, вот, вон там, там, вон там. Ладно, что я вижу дальше? Заходим. Вот он, совок. И на совке конкретный кусок говна лежит. Вот я не знаю, как так можно смену сдавать. Вот я сейчас принимаю смену, а на совке говно лежит. Я не знаю, мне неприятно в этом случае. Оборванные поводки, вот эти вот показуха для руководства. Да, вы с вами, помните, уже об этом говорили. Намордники, аж четыре штуки, причем намордники на каких-то короткомордных собак. Они висят чисто для того, чтобы руководство видело, что у нас амуниция и все в порядке. Не беда, что здесь, как бы, вот видите, нету карабина. Это вообще непонятно, что такое. Здесь тоже нету, вот, карабина, он срезанный. Я говорю, это смешно вообще. Выглядываем в сейф. Ну, здесь вообще, вот, я не знаю, человек работает кинологом. Посмотрите, вот это вот мерная кружка, да, которой мы отмеряем корм. Рядышком в перевернутом состоянии находится отрава барс, то есть противоклещевое средство. Видно, он обрабатывал собаку, бросил вот так вот, да, рядом с мерной кружкой, которой, как бы, намеряется корм. Рядышком лежит щетка. Там по инструкции написано, через 20 минут после обработки нужно прочесать. Щетка, видите, как всегда, с шерстью. То есть, вот, вот он, кинолог, сдаёт смену, да, вы видите, да? Тут же градусник, которым жопу засовывают температуру, меряют. Ну, и теперь давайте посмотрим журнал. Вот, смотрите, на улице было 11 градусов, да? А, нет, в вольере было 11 градусов, и температура на улице была 8 градусов. Вот это вот данные взяты из головы. Почему из головы? Потому что я вам скажу. Вот сейчас мы зашли, температура была 14 градусов, а там было 11,5. 4 градуса тепла на улице, и 1,5 внутри. Здесь, видите, 8 внутри, теплее гораздо, а на улице, а внутри будки холоднее. Смотрим дальше. 29-е. Герда ПСР. Ни времени, никуда выезжали. Так вот в личной учётной карточке собаки не будет записано потом ничего. Ну, и это ещё самая лучшая смена, которую, собственно говоря, я принимаю. Тут я прихожу иногда, я такие ужасы наблюдаю, что просто, ну, просто я вообще не понимаю, как человек работает кинологом. И вот начальник отряда говорит, что у меня какие-то личные неприязни к нему. У меня нет никакой личной неприязни к нему, у меня просто обычные требования для того, чтобы человек работал. Ну, я не знаю, понимаете, вот как вот можно допустить. Вот мерная кружка, вот он стоит, короче, корм, да, рядышком. Вот яд лежит и щётка, которым обрабатывали этот яд. Я не знаю, что ещё сказать. И вот, вот он корм стоит, вот оно ведро с говном. Это начальник отряда такой. Тут жара вообще на самом деле, жара, реальная жара. То есть вот здесь вот киснет всё это стоит, а здесь мухи летают. Начальник отряда не даёт это ведро выносить за территорию. Вот и делайте выводы. И амуниция, да, мне мою амуницию не разрешают. А вот это вот, ну, говно я по-другому сказать не могу. Да, и ненужные абсолютно предметы здесь висят. То есть конфликт вступил в открытую форму. Угрозы тут всяческие поступают в мой адрес, да. Ну, так вот и живём в нашем королевстве. Я надеюсь на то, что всё будет хорошо в конечном результате. Ну, посмотрим. Ну, как я надеюсь.